Самара является исполнителем 14 показателей, в рамках нацпроекта здравоохранения, реализацию которого обсудили на еженедельном совещании в городской администрации. Его провела глава города Елена Лапушкина. В рамках регионального проекта обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами продолжается реализация муниципальной программы сохранения и укрепления общественного здоровья на территории городского округа Самара, в соответствии с которой отдельным категориям медицинских работников предоставляются дополнительные меры социальной поддержки. Хочется отметить, что в 2023 году на дополнительные меры поддержки для указанной категории получателей предусмотрено бюджетное ассигнование в размере почти 14 миллионов, что на 50% больше, чем в 2022 году. Количество медицинских работников, получающих меры социальной поддержки в 2023 году увеличено. На сегодняшний момент получают выплаты 27 врачей. Выплаты молодым специалистам за 9 месяцев получают 229 медицинских работников. Также предоставляется ежемесячная денежная выплата студентам, заключившим договоры на целевое обучение с государственными учреждениями здравоохранения Самарской области, расположенными на территории областного центра. Ведется мониторинг и анализ укомплектованности стационарных учреждений здравоохранения по наиболее востребованным специальностям. Продолжается работа по информированию населения о важности прохождения диспансеризации и вакцинации от гриппа. Прививочная кампания началась с 1 сентября, и по данным Министерства здравоохранения, в регионе более 670 тысяч жителей уже защитились от гриппа, из них свыше 220 тысяч – это дети. Для формирования коллективного иммунитета привиться должно до 60% населения. Глава города Елена Лапушкина отметила, что руководителям предприятия необходимо проводить информационную работу о профилактике сезонных заболеваний с сотрудниками. Также на заседании обсудили ситуацию с отоплением. В Самаре к теплоносителю подключили все учреждения социальной сферы и 99,7% многоквартирных домов. В областном центре продолжается адресная работа, связанная с регулировкой системы отопления. С 7 октября работает горячая линия по вопросам подключения к теплу. Все вопросы, поступающие на горячую линию, находятся на контроле специалистов до полного исполнения задач. Помимо этого не остается без внимания обращения, адресованные профильным службам через соцсети. Адресный контроль организован до полного подключения отопления в Самаре. Напомню, отопительный сезон в Самаре стартовал заблаговременно с 18 сентября. В связи с технологическими особенностями процесс не одномоментный, а постепенный. Первыми начали подключать учреждения соцсферы. А затем с 25 числа теплоноситель постепенно начали пускать в жилищный фонд города. Многоквартирных домов в Самаре более 10 тысяч.